Итак, я сегодня для вас приготовила. На самом деле, Лена, когда меня попросила выступить с темой рукодельный успех, мне показалось, что это немножко, ну как это, не скромно, что ли. Потому что успех для меня это такое очень большое слово. Поэтому мне захотелось немножечко видоизменить эту тему. Таким образом, хочу вам рассказать, какие у меня были ступенечки за вот эти вот 7 лет, которые мне помогали или которые мне мешали. То есть есть определенные события, которые происходили. То, что двигало меня вперед. И есть то, чем я еще пока не воспользовалась и что мне мешает. Об этом я вам тоже расскажу в конце. Нарисовала для себя вот такую вот. Сейчас вам попробую показать. Буду показывать презентацию. Это можете не рассматривать. Это я рисовала просто для себя, какие ступенечки у меня есть. То есть вот здесь вот я начинала, да, 7 лет назад, шла, 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 шла. И вот там дальше ступеньки продолжаются дальше. То есть интересно было вот так вот обратно вернуться в то, с чего начинала, чтобы для себя выписать. Значит, смотрите, мы начнем так. Вот сейчас я с вами говорю, вы меня видите. Сейчас я переключусь на презентацию. Презентация, она, то есть я какие-то вот эти ступенечки постаралась там вынести с примерами того, что у меня было. Хорошо? Буду вам показывать. Сейчас пока переключусь на презентацию. Вы меня не будете видеть. Должна появиться презентация. Если технически все хорошо пойдет, как задумано. Ну, я надеюсь. Итак, вот сейчас с небольшой задержкой. Так, я теперь немножечко не вижу комментариев. Так, почему-то. Сейчас я сдвину немножко презентацию, потому что я перестала видеть ваши комментарии. Они мне очень нужны, девочки. На самом деле, сейчас я буду рассказывать, но мне бы хотелось, чтобы это не было такое, знаете, разговор в одно лицо. То есть я так себя хвалю, хвалю. То есть моя цель на самом деле не хвалю, хвалю сейчас себя, а рассказываю, что есть. Если у вас по ходу будут вопросы, потому что что-то я уже прошла, может быть, что-то для меня понятно, для вас непонятно. Вы сразу же задавайте. Наша темка. Ну, собственно, я тут в Мансе ребенок сказал, почему у меня такое красивое платье. На самом деле, я здесь участвую в акции ярмбомбинга. Вот такое вот веселое, яркое праздничное событие, которое не один раз было в моей жизни, и которое, кстати, мне очень даже помогло. Я вам позже расскажу, каким образом вот это вот яркое событие тоже стало одной из ступенек, которые вывело меня, ну, например, на телевидение. И с этим событием я как раз участвовала на телеканале Вести Санкт-Петербург, на канале Санкт-Петербургском Live несколько раз. Итак, во-первых, вот с чего мне хочется начать. Вы знаете, сейчас очень много историй, когда рассказывают о таком супер-успешном успехе. То есть вот все такие успешные, и мне прям это слово иногда хочется чем-то заменить, или как-то хочется немножко все-таки разобраться, что такое успех. Пошла в Википедию и посмотрела, что такое успех. Вам прочитаю, потому что не просто так. Успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. Положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо. И вот если смотреть так, девочки, то тогда получается, что мы, каждый из вас, успешны. Тогда, когда мы ставим цель и достигаем ее, тогда, когда задумали и сделали, и у нас получилось, это уже успех. То есть не нужно ждать, что там пройдет 10 лет, и я стану супер-успешной, а пока я буду ждать этого. Нет, успех может и приходит к нам с вами каждый день. Вот подумайте, напишите, согласны, не согласны, вы сейчас успешны, читаете ли вы себя успешными? Мне очень интересно ваше мнение. И вот эта вот картиночка, она тоже очень важна. То есть нам кажется, что успех, он так хоп, и свалился на нас. Да, проснулись и успешны, вам звонят с телевидения, приглашают на радио, приглашают в газеты, в газеты, в журналы. То есть вы везде востребованы, у вас плюс тысяча подписчиков за день. Ну, на самом деле, хотелось бы, но не совсем так. Действительно, вот такая вот спиралька, мысль, идея, попытка, действие, еще действие, еще продолжать успех. Так, да, то есть вот здесь получается, а еще здесь нет стрелочек, которые нас возвращают примерно на начало нашего пути. А такое ведь тоже бывает, согласитесь? Вот, то есть держите в голове вот эту вот картинку. Когда вам рассказывают о успехе, то вспоминайте вот это. Да, мы видим какую-то маленькую часть, и нам кажется, что только у нас так ничего не получается, только мы так ходим по кругу. А на самом деле так у всех и у тех, кто нам демонстрирует успешный супер-успех. Вот, держите это в голове. И похвалите себя, подумайте, что прям сегодня вы сделали для... В чем вы сегодня успешны? В чем-то, да, в чем-то нет. Да, я с вами согласна, что что-то получается, что-то не получается. За что-то хвалим, что-то нужно доделать. Да, Елена меня представила, вы меня сегодня видели. Успех еще, вот я себя словила на мысли, что очень часто успех у нас связан с цифрами. Да, то есть, если у вас стоит очередь из клиентов на полгода, да, это вроде как успех. Если у вас тысячи подписчиков в Инстаграм, ну, например, у меня там 5 тысяч подписчиков, это успех? Для кого-то, да. На YouTube-канале, да, 50 тысяч подписчиков, для кого-то, да. Если у вас, да, это успех, туда, куда вы хотите, ну, да, успех. То есть, вот так получается, что иногда мы прям зациклены на этих циферках, но не всегда, мне кажется, это так. Ну, уж, конечно, успех это вишенка на торте, которую мы печем и украшаем, ну, да. Но все-таки получается, что каждый день у нас возможен этот успех. То есть, сегодня я закончила какую-то работу, она мне понравилась, это успех. Да, успех. Возможно, он не такой, знаете, в масштабах страны, в масштабах города, в масштабах даже дома вашего заметный. Но успех для вас. Значит, первая ступенька, девочки, с чего, я думаю, вы начали. И вот мне интересно, мне кажется, эта ступенька, она очень важна. Это жгучее желание научиться. Почему здесь такая картинка? Я начала вязать 7 лет назад, тогда, когда у меня возникло непреодолимое желание научиться связать линго-бусы. Я была в декрете. Здесь как раз вот эта вот картинка меня в пору вот этой первой ступеньки, да, увлеченности полнейшей тем, что я делаю. Жгучее желание научиться, оно очень важно. Сейчас, когда я анализирую, почему многие из тех, кто в одно время со мной начинали, например, тоже создавать какие-то свои игрушки, вот с кем мы общались в то время, почему сейчас они не вообще ушли из этой области. Я думаю, что одна из причин, ступенечка, о которой они споткнулись, камешек, это желание. Возможно, желание ушло. Как часто мы начинаем делать на жгучем желании? Это как наша влюбленность, да, мы влюблены, мы занимаемся тем, что нам нравится. Девочки, напишите, кто вот сейчас в таком состоянии влюбленности в то, что вы делаете. Вы делаете, сам процесс вам нравится, вам даже не важен результат, не важно, что вам скажут, вам не важно, что получится. Вы можете никому не показывать то, что вы делаете, но вот это вот жгучее желание и невозможность не делать, она с вами. Оля, очень хорошо. Это вот, девочки, очень приятно, что у вас так. Вот первый секрет, он не секрет на самом деле, это вот сохранить в себе вот это вот желание. Если оно у вас есть, если вы этим горите, то успех, он придет к вам. Но если вот этого жгучего желания нет, вот Оля пишет, уже прошло, то тогда можно немножечко его подогреть. Я не могу не вязать игрушки. Да, вот это как раз желание делать и невозможность не делать, она вас ждет. Сохраняйте его, если, ну знаете, как влюбленности, да, если первая влюбленность проходит, но мы все равно можем каким-то образом подогревать, да. И в этом нам поможет следующее, следующее, что может помочь после того, как вот это вот жгучее желание, на котором мы готовы сдвинуть горы, пройдет, это постановка цели. Вот это вот очень важно. Когда мы влюблены, мы не думаем, зачем нам это нужно, да, у нас гормоны, у нас эмоции. Мы готовы создавать вот эту красоту просто ради процесса. Но потом, действительно, когда проходит время, эмоции могут сгладиться. И тогда вам очень поможет, девочка, постановка цели. У меня на канале, магия-мастерская на YouTube-канале, первое видео, которое открывается, первое, которое я записала для школы вязания игрушек, это для чего вы делаете. Вот вторая, вторая такая ступенька, которая вам поможет двигаться дальше, даже если этот первый восторг, первая влюбленность немножечко подостыла, девочки, это постановка цели. То есть нужно сесть и подумать, для чего вы хотите делать, да. Смотрите, я расскажу про себя. Когда я захотела создавать лингобусы, меня было не остановить, да, ну, понимаете, это декрет, это ожидание малыша, это все такое очень обостренное. Поэтому, естественно, я нашла информацию, я научилась вязать лингобусы. Но для себя я поставила не только цель научиться вязать лингобусы, но и научить совершенствоваться в этом. И потом эта цель выросла в научить других создавать лингобусы. И через пять лет после вот этого декрета, пять лет прошло, девочки, это много, конечно, но я создала свой обучающий курс лингобуса своими руками. И его цель как раз была научить других мам, находясь дома, не выходя из дома, создавать лингобусы. То есть я записала видеоуроки по вязанию, по разным способам обвязки, по обвязыванию колечка, как это соединить, какие материалы использовать, где их купить, как можно ухаживать за этими слингобусами, чем они могут быть полезны. То есть у меня вот это желание переросло в цель и дальше, пусть и много времени прошло, пять лет много ведь, правда, но я создала свой курс, по которому девочки теперь тоже учатся и создают свои полезные мамские бусы. Вот. И опять же, совершенствуясь в этой технике, я перешла к другому, к вязным украшениям. Вот. То есть совершенствование техники, оно происходит тогда, когда вы влюблены и понимаете, зачем вы это делаете. Вот. Напишите, у вас есть цели? Я поняла, что вы горите тем, что вы делаете в вашем виде творчества. Вы садились, думали, ну, может быть, это трезво, конечно, от головы, для чего вы это делаете. Причем цели могут быть и материальные, и нематериальные, да, то есть и лучше даже, чтобы они были не только материальные, финансовые, да, я хочу научиться, потом продавать, потом делать мастер-классы, потом записать курс, да, а потом стать известной, но и какие-то вот такие просветительские цели большие. То есть я хочу научить других мам, таких же, как я была семь лет назад, шесть с хвостиком, научить их, не выходя из дома, создавать такую красоту, чтобы они нашли себе занятие по душе, да. И вот в этом движении, девочки, мне еще очень помогало, сейчас я прочитаю вас, цели есть, цели и планы глобальные, цели есть, только некогда сесть и на бумагу сформулировать. Кать, я вот поняла, что мне, например, очень важно сформулировать на бумаге, не на компьютере даже, а на бумаге, потому что, когда я их держу в голове, это одно, но в какой-то момент времени я могу расфокусироваться, и мне какой-нибудь вопрос, да, а я не могу вспомнить. А мне зачем это надо-то? А зачем я это буду делать? А зачем я буду писать книгу? Вот, я сижу и думаю, действительно, а зачем мне нужно написать книгу? То есть, вот здесь вот важно сесть и написать себе, тогда все пойдет быстрее. Девочки, молодцы, что у вас есть цели. Цель научиться и быть интересной в своем творчестве. Лидия, хорошая цель, быть интересной, востребованной, да, чтобы вас заметили тоже. Хочу научить детей, взрослых новому хобби, вязанию амигуруми. Татьяна, отлично. Вот детей научить, это вообще, мне кажется, что особенная тоже такая цель. Я тоже логопед, детей учу говорить, вязать детей. Мне кажется, что это сложно, здесь нужен такой подход, знание психологии, спокойствие, терпение, умение объяснять. Это очень хорошая цель, мне кажется. За взрослыми, да, мне кажется, проще, а вот с детьми сложнее. Важно быть в фокусе. Элен, я рада, что вы меня понимаете, потому что и такая фокусировка нужна периодически, потому что действительно, когда вылетаешь на какой-то момент, так, то вдруг опять даже движение немножечко приостанавливается. Зачем я должна сейчас сесть и это делать? Зачем? Когда понимаешь, это все проще. Девочки, третье, что мне лично очень помогло в движении вперед, реально помогло, это заказы. Вы можете относиться к ним по-разному. Я вижу, что кто-то уже только начинает в своем творчестве, кто-то уже давно ведет. Девочки, пишите, я читаю ваши комментарии. Кто-то давно уже ведет, в творчестве творит. Заказы я брала и продолжаю брать до сих пор. И я считаю, но это моя точка зрения, потому что я знаю очень многих людей, кто не берет, на заказ не делает. И это, ну, как бы такое решение, вывод, к которому пришли. Смотрите, почему я беру заказы. Первый комплект, который я связала для себя и как, собственно, я пришла к заказам. Первый комплект, который я связала на себя, вы видели его на прошлой картинке. Я, естественно, в порыве чувств выложила сразу в социальную сеть, показала на себе с животиком, просто так. И моя знакомая, она увидела и сказала, я тоже хочу. Меня заказы оттягивают назад, у меня музыка. Да, сейчас вернемся и к этому тоже. Я тоже хочу, сказала она. Вот, и вот этот вот ее комментарий, который я здесь сохранила вам в скриншоте, что я, спасибо, красота неописуемая, думаю о следующем заказе. Она, Катя, действительно пришла ко мне и заказала следующее украшение. Я только начинала вязать. Это доверие, конечно, когда делают заказ. Но когда делают интересный заказ, для меня это двигатель вперед. Катя сказала, я хочу бусы, вязаные украшения, но не слингобусы для мам, а вот такое вот. И прислала мне картинку. Я никогда не вязала цветочки, я вязала точнее, но сложных цветочков я не вязала. Для меня этот заказ, это была такая возможность пошевелить мозгой. То есть это был непростой заказ, где мне прислали картинку чьей-то работы и сказали, хочу так же. Может быть, мне везет с заказчиками, но в основном они приходят и говорят, можно мне связать вот такое вот похожее, но я доверяю себе. Вот это бесценные заказы. И с такими заказчиками, девочки, лучше, конечно, потом поддерживать отношения. Кате я связала колье, и этот заказ был очень двигающим вперед. Это вызов. Да, Лена, это определенный вызов. Да, потому что, и как раз вот спасибо, что сказали, это и ступенька, но с другой стороны, этот камешек, об который я могла бы споткнуться. Я могла бы сказать, Катя, да я не вижу украшения, да я не умею такое вязать. И все, это направление мое ушло бы. А вязанными украшениями я занималась потом больше года. Мне было очень интересно их придумывать. Я создала потом платные мастер-классы по этим украшениям. На первой моей конференции, где меня пригласили как спикера, я тоже преподносила, презентовала вот эти вот украшения. То есть для меня это был скачок. Заказы не беру, всегда хотят побыстрее. В творчестве спешка, это утопия. Потом под заказ вещи, которые мне идут, портить не хочется. Да, Людмила, согласна. Заказы, естественно, они имеют обратную сторону. Естественно, если вам заказывают, то если вот мне, я буду говорить про себя, да, например, если мне заказывают то, что я не хочу. Ну, например, а вы можете связать чехлы на кружке? Да, могу, но не хочу. Ну, потому что мне неинтересно, это не мое направление. Да, я не беру на заказ связать одежду, даже одежду для кукол. Некоторые игрушки я смотрю и тоже не беру, да, то есть мне неинтересно или, возможно, для меня трудно. Да, то есть я вам говорю, почему мне нравится, не убеждаю вам сделать так, да, то есть для меня это ступенька, вы можете обойти эту ступеньку. Ну, раз я про себя, да, сегодня, и еще раз продолжаю объяснять, почему для меня эта ступенька. Смотрите, после того, как я очень долго вязала с лингобусом, мне было не перейти на вязание игрушек, мне было страшно. Я не разбиралась в описаниях, мне казалось, что я ничего не пойму в схемах, в мастер-классе, поэтому у меня прям была вот закрыта тема игрушек. До той поры, пока мне не написала мама маленькой девочки и не попросила меня связать набор игрушечек для нее. И как раз вот первый мой набор овощей, потом плюс ягодки, потом я им довязывала плоды, появился как раз для этой малышки. А если бы не этот заказ, я бы, возможно, и не перешла долго еще на вязание игрушек, пусть маленьких, да, но не пошла бы дальше. И также вот этот вот, кстати, пока дальше не перешагну, вот этот вот павлинчик, которого вы сейчас видите логотипом на каждой страничке, это отрисовка от моей игрушки. И игрушка появилась как раз по заказу, то есть меня тоже попросили связать павлинчика, не ограничивая меня видом, цветом, то есть полностью дали мне на откуп создание этого персонажа. Я создала таким, как вижу. И сейчас этот павлинчик, одна из моих самых продаваемых работ, я сделала мастер-класс по нему. Этот мастер-класс перевела на английский язык. И сейчас вот в прошлом месяце четыре раза его покупали на Ариатсе. И все благодаря чему он появился? Благодаря заказу. Да, то есть это мой опыт, девочки. Вот сейчас еще про заказики немножко, ой, извините, немножечко перескочила, хотела в чате посмотреть. Ну вот, ага, все сейчас. Заказы оттягивают назад. У меня муза, а мне надо штамповку лепить. Я абсолютно согласна с вами. Когда мне заказали сделать, связать 200 помидорок, 200, Сначала я согласилась, связала 20. Отправила в Москву. И какое счастье было, когда мне не нужно было продолжать их вязать. Потому что они, вот я согласна с вами, они бы затормозили. Не умею продавать, хотя есть интересные работы, все восторгаются. Поэтому все раздариваю, получаю от этого удовольствие. Лидия, это, возможно, ваша цель на сейчас. Цель может быть не обязательно финансовая. Мы сейчас, нам говорят, очень часто мы слышим. Можно продавать свою работу, можно зарабатывать на рукоделии. Все зарабатывают, и вы зарабатываете. Но, возможно, вот сейчас, в данный момент, если вы начнете упор делать, шагая через себя на продаже, возможно, вам это просто перестанет приносить удовольствие. То есть слушать себя тоже очень важно. Если вот в данный момент вы по какой-то причине не хотите, не можете, возможно, нужно не сейчас, хотя есть и другой вариант, возможно, можно с другой стороны взглянуть. Если вы этого хотите, если вы хотите научиться, тогда есть те, кто могут помочь вам в этом. Да, научиться продавать тоже возможно, смотря что вы хотите. Цель научиться создавать цветы. Хорошо получается с бумаги. Теперь хочу освиловать полимерную глину. Очень хорошо, что есть цель. Цель создавать, научиться создавать. Продавать целая наука. Да, девочки, я с вами абсолютно согласна. Продавать это тоже целая наука. Да, и этому я учусь, продолжаю и буду дальше продавать, учиться. И не получается у меня тоже. Так что, да, я тоже расту вместе с вами. Следующие, девочки, о чем я вам хочу рассказать, и что стало для меня ступенькой, это конкурсы. Очень часто мы, начиная создавать, создаем, создаем, создаем. Потом, например, нам хочется показать, показать свои работы. Я первые свои работы начала показывать в своей группе ВКонтакте и выкладывала в группах других тематических. То есть, у меня были заколочки с цветами, вязаные овощи, и их я стала показывать в группах для мам, в группах для рукоделия. И часто, когда я ходила, я, например, видела, что у нас конкурс в этом месяце. Например, был конкурс мастера и рукодельницы. И я начала участвовать в этих конкурсах. Даже тогда, когда уровень моих работ был, ну вот, я смотрела, что где-то 3-4 месяца прошло. То есть, у меня появились ромашечки, заколочки, я их придумала. С ними участвовала в конкурсе. И даже мне дали какой-то приз на удивление мое. Но вот здесь вот вам хочу сказать, что все-таки целью конкурса вы не рассматриваете победу. Нашли конкурс, где можно поучаствовать. От вас нужна работа, фотография. Для вас этот конкурс может быть стимулом. Придумать новое, красиво сфотографировать. Придумать что-то на эту тему, преподнести. Участвуйте, покажите свою работу. Не бойтесь. Люди на нее посмотрят. Не ставьте целью выигрыш или признание. Участие. Показать то, что вы делаете. Возможно, вас увидят. Возможно, не увидят. То есть вот, но вы покажете себя. И как вариант у вас родятся новые работы. В конкурсах и надо участвовать, пока нет особого опыта. Хорошо обучает. Да, это и обучает. То есть смотрите, сейчас следующий слайд. Ну, смотрите, вот этот вот слоник, который сейчас у вас появится на картинке, я его создала в конкурсе, который был в Инстаграме. Назывался он Ушастое лето. Так, чего-то не... А, вот сейчас он у вас появился. В конкурсе Ушастое лето. То есть там была тема. И если у вас какой-то ступор, предположим, да, или вот в данный момент вы не знаете, ну, вроде как нет в голове интересной темы, что бы такое сделать. Но вы видите какую-то идею, которая вам отозвалась. Участвуйте. У вас как минимум родится что-то новое, ваша новая работа. И как максимум может родиться что-то другое. Вы в своей технике потренируетесь. Вы посмотрите на другие работы, других рукодельниц. Это тоже очень важно. Не бойтесь, участвуйте. Не могу остановиться на одном виде рукоделия. Всегда интересно что-то новое. Ну вот, Оль, здесь получается как? До того, как я занялась вязанием игрушек, меня... Я прошла, это тоже было в декрете. Были тимари. Это... Нет, до декрета в руе. Были тимари. Это японские вышитые шарики. Очень красивые. Тоже связанные с ниточками, но другое. Они на какое-то время меня захватили. Но потом я поняла, что я не могу этим заниматься все время. Прям до тошноты. Серьезно. Отвернула вот просто до тошноты. И все. Следующее, что меня очень вдохновило, вдохновляет и сейчас. Я смотрю с восторгом. Это мандалы. Это тоже из ниточек. Получается, что общее все-таки есть. Вот определите, что общее у вас есть. То есть у меня, например, в тех видах творчества, которыми я занималась, все равно были ниточки. Я делала мандалы. Я училась на мастер-классах у Ани Фениной. Они мне очень нравятся. Но я поняла, когда смотрела на работы, а не других мастеров, что такого уровня я не достигну. И это меня охладило. Вот прям охладила и все. Посмотрела и как-то вот опустились руки и не пошла в ту область. А игрушки ими загорелось. Так что даже глядя на работы других мастеров, другого уровня, выше, чем мои, все равно это меня не расколаживает. А стимул такой двигаться дальше, вперед, совершенствоваться. Вот нужно найти, почувствовать. Да, я тоже не сразу пришла, что вот вязание игрушек и все, захватила и 7 лет вяжу. 7 лет вяжу и вот сейчас ничего не хочется другого. Хочется совершенствоваться в этом, в другие направления, идти в вязание, но все связано с вязанием игрушек. Девочки, так что нащупайте себя. Нужно пробовать, конечно, и слушать себя. Я сейчас увлеклась, кроме игрушек, фриформу. Но игрушки же тоже фриформ, да? Это же тоже игрушки. Оля Павлова, знакомая, моя замечательная рукодельница, тоже вяжет игрушки фриформ. Это отдельное направление, очень интересные игрушечки. Она делает мастер-классы, она развивается именно в этом направлении. Не просто вязанные крючком игрушки, а игрушки фриформ. Стараюсь не распыляться, если что-то нравится, просто любуюсь. Иначе не хватит на все времени. Да, у меня сейчас тоже такой же подход. Я могу любоваться многими работами, но зажигать у меня вязание крючком. Так что найдите себя. Также про конкурсы, девочки. Конкурсы, смотрите, где можно искать. Очень много и часто проходят конкурсы в Инстаграм. Мы с девочками тоже скоро будем запускать. В апреле конкурс в Инстаграм. Там нужно будет на определенную тему создать игрушечку, как это уже ваши выходы творческие, да, вам дают тему, а вы свободны в проявлении себя. И конкурсы в группах ВКонтакте, в рукодельных достаточно часто проходят, где тоже можно показать себя. Можно поучаствовать, например, конкурс на работу месяца, работу на какую-то тему. И вот, пожалуй, самый такой большой конкурс, в котором я участвовала, это «Золотая пуговица». Я участвовала в прошлом году. Вот здесь вот как раз скриншот картинки, значит, очень важный для меня была оценка жюри. Второе место в номинации «Лучший дизайнер игрушки». Номинаций очень много. Там можно поучаствовать не только с вязанием и не только с игрушками, а в разных техниках. Вы можете выбрать свое направление и свои работы представить. Это большой конкурс. Я думаю, что в следующем году я приму участие, который тоже заставляет на себя взглянуть немножечко под другим углом, среди других мастеров. Чем я могу выделиться? Какие свои работы я могу послать для оценки жюри? Какие работы являются представлением меня? Могут быть моим лицом, скажем так. Это уже другой уровень. В какой группе конкурсы ВКонтакте? Наталья, конкурсы ВКонтакте нужно посмотреть в рукодельных группах. Прямо сейчас я вам не скажу, потому что когда я искала, то есть я выкладывала работы свои и видела, что в группе проходит конкурс. Можно принять участие. Групп таких много, да. Надо поискать. Да, можно даже, знаете, такие, кстати, конкурсы проходили, вот я видела, хотела участвовать на сайте Страна Мастеров. Там тоже дается тема, давалась тема, и нужно было от нее плясать. То есть это вам направление для творчества. Если идеи застопорились, конкурсы. Так, следующие, девочки, это ступенька, которая дает вам очень много. Это просто ступень по сравнению с другими, мне кажется, очень большая. Это мастер-классы. Сразу же оговорюсь, что не все пишут мастер-классы, и не всем нужно писать мастер-классы, и не всех тянет в эту область. То есть сейчас, когда говорят действительно, что обучать, 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 да, обучение, оно действительно очень много что дает. Смотрите, я начала мастер-классы свои записывать, сидя в парке на скамеечке. Пошло колечко, как будто зависло. Девочки, напишите, пожалуйста, в чате, меня видно и слышно. Сейчас уже нормально, свет, да, было небольшое зависание, восстановилось уже все. Девчонки, обновите просто комнату, F5 нажмите, если что. Мне тоже нужно нажать там? Нет, у тебя нормально все уже слышно. Хорошо, хорошо. Ладно, будем смотреть. Если что, ты тоже мне тогда говори, хорошо? Значит, мастер-классы. Первые я начала записывать, вот тогда же в декрете, начала записывать для себя. Объясню почему. Мне вязать, спасибо, девочки, огромное за обратную связь, спасибо. Если что-то, вдруг меня там, я начинаю, знаете, заикаться, голос, то тоже сразу пишите, сразу же, чтобы я увижу, что-то смогу сделать, если то сделаю. Вот, начала записывать просто для себя, потому что мне нужно было связать овощи. Я искала эти описания в интернете, а их нет. Игрушки есть, а мастер-классов и описаний нет. А как я буду писать? Как я буду, точнее, не писать, как я буду вязать? И вот для себя на коленочке я стала писать. А потом возникла мысль, интересно, я же могу этим поделиться? То есть, если сейчас я не могу связать, значит, кто-то другой тоже не может связать? И вот тогда как раз я начала записывать все описания там самых простых игрушек. Помидорка, что у меня там первое было? Помидорка, картошечка, капуста, морковка. То есть, вот сейчас этого очень много в интернете, но вы не поверите. Шесть лет назад этого не было. Вот, поэтому первые мои мастер-классы были для себя. Они были бесплатными. Я выкладывала их сначала у себя в группе, именно для того, чтобы поделиться. Потом стала выкладывать на ярмарки мастеров. Потом, когда у меня появился свой сайт, я стала выкладывать на сайте, потому что тоже это очень много, что дает мастер-классы, которые вы выкладываете. Во-первых, вы объясняете, вы учитесь, да, понятным языком доносить что-то важное для людей. Вот. И знаете, очень интересно, что эти мастер-классы, которые нам кажутся простыми, они действительно нужны людям. Когда я предложила в журнал ручные чудеса, свои мастер-классы бесплатные, они у меня с удовольствием мы взяли. И где-то, ну, в течение полугода, наверное, в каждом номере журнала ручные чудеса выходил мой мастер-класс. И сейчас тоже, девочки, можно предложить свои мастер-классы вот так же на печать, если вам важно донести их не только где-то у себя на страничке, да, но и чтобы большее количество людей их увидело. Ну, и плюс, конечно же, здесь мне еще важно было, чтобы... Мне важно было, на самом деле, я поняла для себя, что мне важно увидеть в печатном виде. Может быть, поэтому, кстати, сейчас для меня важно написать книгу, чтобы описания вышли вот в таком вот, знаете, реальном виде, не просто на сайте, в интернете, в электронном виде, PDF, видео мастер-классы. Вот, и вы тоже можете поискать, девочки, печатные издания тоже берут мастер-классы. Причем не только бесплатные. Я помню, что у меня был опыт, мне предложили в журнал Сваты написать мастер-класс, небольшой по игрушечке, по улитке, мне за это заплатили, что было для меня очень удивительно. Ну, я очень удивилась, что мне заплатили за то, чем я делилась бесплатно. Но сначала для меня это было такое откровение. Вот, если у вас есть возможность... Так, не вижу крючком, у меня нет в Инстаграм. Что мне посоветствуйте? Даже направление... Так, у меня немножечко... Сейчас дочитаю, девочки. Даже направление другое. А какое у вас направление, напишите. Давайте мы вместе про идеи набросаем. Значит, сначала я начала проводить... Сначала это были... Так, вернусь, мастер-классы. Сначала я их писала, выкладывала в интернете. И потом мне предложили провести мастер-класс в магазине. Значит, это был развивающий центр Кроха. И они собирали родителей заинтересованных. И организовывали их для проведения вот каких-то таких вот обучающих мастер-классов. Первые мастер-классы я проводила бесплатно. Мы вязали сердечко. Вот здесь вот на картинке мы с девочками вяжем слингобусы. Опять же, да, помните, я вам говорила про цель. Да, научиться вязать слингобусы. Я иду к своей цели. Я учу у других вязать слингобусы. То есть, когда вы чему-то обучаете вживую, это тоже очень важно. Если есть такая возможность, конечно. Может быть, это будет небольшой мастер-класс. Может быть, вы объясните, как делать то, что вы делаете. Не будем на вязании сосредотачиваться. Объясните, как вы делаете что-то другому человеку. Это тоже будет мастер-класс. Так и вы для себя больше понимаете что-то. И вы понимаете, что человеку может быть непонятно. На что можно акцентировать внимание. Весь вечер на кухне все пропустила. Ничего, Елена. Девочки, кто присоединяется позже, можно будет пересмотреть в записи. Она будет по этой же ссылочке. Вы можете потом зайти и сначала пересмотреть. Как раз все технические трудности наши отпустите. То есть мастер-классы, если у вас есть возможность кому-то объяснить, кто-то в этом нуждается, то проявите себя и объясните даже одному человеку. Это тоже будет мастер-класс. И это тоже будет ваш рост. Делала мастер-классы у ребенка в школе. Вот, любовь это тоже, да, это тем более у ребенка в школе. Дети, они восторженные, они эмоциональные. Они сразу вам дадут отдачу, да. Вы почувствуете их эмоции. Вы поймете, что может быть не очень понятно, да, на что упор можно сделать. И я вот считаю, что это очень важный этап в развитии вас как мастера. Когда вы передаете знания другим. Не обязательно большой группе, не обязательно платно, не обязательно взрослым, да. Ну, ищите возможности эти. Они есть на самом деле. Есть очень много людей, которые хотят научиться тому, что вы умеете. Так. Сейчас я... Что-то у меня перестало работать. Ага. Так. Ну, и от бесплатных мастер-классов я перешла к платным мастер-классам. Но сразу хочу сказать, что для меня это был такой большой путь в полтора года. То есть вот начала я вязать, начала создавать бесплатные мастер-классы. И только через полтора года появился первый мой платный мастер-класс. Сейчас он у вас появится на экране, должен появиться. Вот он. Это был мастер-класс, причем несложный. Посмотрите, это совсем даже несложная игрушка, да. Ой, извините, это у меня тут кот бандитствует. Мастер-класс несложный. По несложной игрушке вот такому симпатичному мухоморчику. То есть, когда мы переходим к каким-то... Нам нужно сделать что-то платное, да. На самом деле, девочки, это очень большое и камень преткновения, и ступенька. У нас в голове есть такая фишка, такой таракан, вот у меня лично был точно, что я даю бесплатно. Я даю бесплатно, обучаю бесплатно, мастер-классы у меня бесплатные, я все выкладываю в открытый доступ. И вот эта вот ступенька, переход к платному, это был очень, очень для меня такой, знаете, момент тяжелый даже. Решиться на платный мастер-класс. У всех рукодельниц коты и кошки мяукают в эфире. У меня не то, что коты и кошки, у меня здесь заперта дверь на кухню, потому что у меня еще две собаки, которые будут пытаться сюда войти, сбить в нее всю технику настроенную. Так что у всех рукодельниц, да, видимо, мы такие уютные, да, нам нужно что-то такое домашнее, поэтому котики, кошечки мяукают в эфире. Ну, мой ушел, все. Вот, так что перейти к вот этому платному иногда бывает трудно. Вы просто держите в голове, что это может быть не только у вас, да, что другие тоже проходили такой же путь. Вот, и может быть это вам будет проще сделать такой шаг. Платить не очень хотят, в основном все бесплатно. Любовь, здесь не соглашусь. Дело в том, что есть и бесплатное, и платное. Почему я перешла к платным мастер-классам? Я очень много отдавала. У меня на сайте порядка, ну, наверное, я думаю, что порядка 100 мастер-классов у меня бесплатных. И сейчас я тоже их добавляю. Но наступил какой-то момент, и, значит, я услышала такое в эфире. Какой-то вебинар был, который я слушала уже тогда. Слышали, что вы его пристукнули? Нет, он жив. Это моя импровизированная дверь. У нас нет на кухне двери. Я загородила доской, но он эту доску смел. Вы увидели, услышали стук. Так вот, девочки, я услышала такую интересную вещь. Почему бесплатно? Бесплатно, одна из интерпретаций, бесплатит. То есть вроде как нам кажется, что это бесплатно, но на самом деле нам все равно приходится за это чем-то платить. Бесплатный мастер-класс. Вы, я выкладываю бесплатный мастер-класс. Да, я знаю, что я отвечаю и за бесплатный, и за платный мастер-классы. Но с другой стороны, мастер выкладывает бесплатный мастер-класс в интернете. И получится у вас по нему? Не получится. Потратите время просто так. А там в описании ошибка и косяк, из-за которого у вас голова не получается у этого бегемота. Почему? Девочки, а к автору вы не можете пойти? Автор выложил и для вас сделал. Делал, понимаете? То есть в этом случае вы заплатили своим временем, которое вы потратили, а спросить некого. Вы заплатили своим, может быть, раздражением, да, потому что у вас не получилось. Ох, и что делать дальше, и куда дальше бежать? Мне выбросить то, что у меня получилось? Или дальше продолжать придумывать? Да, то есть мы в любом случае платим девочке. И вот это как раз для меня, вот это вот слово бесплатно бесплатит, оно стало толчком для создания мастер-класса платного. Я объясняла, прям вот, понимаете, объясняла другим, почему я хочу сделать платные мастер-классы. Хотя на самом деле, ведь объяснять мы никому ничего не должны, да. Я отдала свою часть бесплатности, и сейчас мне уже хочется перейти на другой уровень. Я хочу делать платные мастер-классы, да. Это такое определенное, да, девочки, это согласно, психологически тяжело, Людмила, согласна, да, но это ступенька роста. Вот как ни крути, если вы хотите заниматься долго и с удовольствием тем, чем вы занимаетесь, вам нужны будут и денежные знаки, которые к вам приходят, да, как показатель того, что вы делаете хорошо, качественно, да. И для того, чтобы вам не остановиться в творчестве, вам нужно, чтобы ваши изделия покупали. Вам нужно, чтобы ваши мастер-классы были и платными тоже, и вашу, да, энергия должна возмещена быть, да. И ваше время, которое вы потратили на мастер-класс, оно тоже не только благодарностями и эмоциями, и сердечками в социальных соцсетях должно подтверждаться девочке, да. Просто примите для себя. Я рада, что вы согласны. Поэтому, ну вот и вы слышите меня, да, для меня это было трудно. Сейчас, девочки, у меня платных мастер-классов больше 200, и их покупают. Я сейчас провожу онлайн, хотя очень много бесплатных онлайнов, я провожу платный онлайн, и в нем около 40 участниц, которые участвуют платно, и которые приходят и ждут моего онлайна, да. Но для этого нужно время немножечко, да. Сейчас готовлю бесплатный мастер-класс. Там есть моменты, которые многие мастера продают. Как быть? Оля, ну если это вот вам решать, да, это вам решать только. Ведь, понимаете, практически все можно найти в бесплатном доступе. А некоторые умудряются найти на каких-то торрентах, да, и скинуться, и купить практически даром платное. Да, то есть кто захочет бесплатно, он и так найдет бесплатно. Кто готов платить, он купит. Если вам хочется сейчас делать бесплатный, делайте бесплатный. Да вот как, послушайте себя, послушайте себя, даже не слушайте меня. Так, девочки, еще важный шаг, такая ступенька. Свой сайт. Сейчас у вас появится. Это тоже очень важно для меня. Ступенькой оказалось создание своего сайта. Хотя не советую вам его вот так вот бежать без оговора и вот прям сразу его заводить, потому что свой сайт мне давал отдачу и дает не только в виде клиентов, но и в виде интересных предложений по сотрудничеству. Но он дает отдачу не сразу. Примерно в течение года я выкладывала туда мастер-классы бесплатные. И только через год примерно я увидела, что в поиске Яндекс мой сайт на первом, на втором месте по выдаче, например, по запросу о вязаной овощи. То есть это такой достаточно долгий путь, но мне он много что дал. Что, например, дал мне сайт? Я написала на нем статью о том, что, ну, как пример, что хочу поучаствовать в акции ярнбомбинга. И примерно через год как раз мне написала девушка о том, что она приглашает меня принять участие в празднике в стиле вязаного граффити в Санкт-Петербурге. И вот этот автомобильчик, который сейчас у вас видите, вы видите, они это делали ребята в Москве, это машинная обвязка. Вот, но вышли на меня через сайт. То есть для меня такая ступенька была. И эта статья, казалось бы, одна лишь статья, да, написана, что я так хочу принять участие в акции ярнбомбинга. Она мне дала приглашение, я приняла участие уже в четырех фестивалях в Санкт-Петербурге. Вот последняя, справа, картинка, это фестиваль САД. Два фестиваля Живые улицы с вот этим вот интересным направлением ярнбомбинга. И как раз то, что вот я говорила, что в прошлом и позапрошлом году я принимала участие в телевизионных передачах и на канале Вести России, это как раз было вот с этим ярнбомбингом. А дало мне что в статьях на сайте, да. Выставки. Девочка, у нас время идет. Выставки. На самом деле выставки это вроде как страшное слово. И очень корректно, на мой взгляд, давать бесплатно фишки, которые вы узнали у мастеров на курсах. Ну вот я не совсем поняла, узнали ли эти фишки у мастеров на платных мастер-классах или, возможно, в описании. То есть я вот не до конца поняла. Ну такой вопрос, да, спорный. Выставки. Девочки, выставки, казалось бы, страшное слово. Да, нам кажется, что это масштаб Пикассо, Гоген, Русский музей и Эрмитаж. Нет. Выставки, смотрите, я принимала участие, например, в выставках в двух детских библиотеках. Да, и вы тоже можете. Если вам хочется показать свои работы, да, вы можете их показать. Выставки в детских библиотеках. В выставке есть и другого формата выставки-продажи. В них я тоже принимала участие. Ну там как бы непонятно, окупится или нет ваше участие, но что-то вы тоже получите. У меня есть своя база знаний и опыт, свою тему я не покупаю. Платное я выставляю, это как минимум неуважение к чужому труду? Да, я согласна с вами, что те, кто, если что-то я узнаю на платном мастер-классе, на платном обучении, которое, например, и сейчас вот я тоже прохожу у мастера, которого я очень уважаю, естественно, я не буду делиться наработками этого мастера. Да, если я делюсь тем, что я придумала сама. Некоторые идеи, они носятся в воздухе. Знаете, нам кажется, что я придумала мастер-класс по грибу, очень похожему на другой гриб. Да, да вот действительно такое тоже может быть. Потому что идеи носятся в воздухе. Но чужой опыт, очень хорошо, что вы уважаете чужие наработки и понимаете, что все к нам вернется бумерангом. То есть то, что сейчас мы делаем, берем, выдаем за свое. То это все нам вернется или вернется другое, то, что мы делаем. Вот, поэтому, девочки, возвращаясь к нашим баранам, к выставке. В выставках, если есть возможность, участвуйте. У меня, пожалуй, самая такая значимая для меня выставка, которая тоже очень много что дала, это выставка в моем любимом рукодельном магазине. Сейчас он, к сожалению, уже закрылся. У девочки, кто в Санкт-Петербурге, знает, такая беда у нас случилась. Закрылся магазин «Невская рукодельница», многими нашими нами любимая. Они, это магазин при предельно-ниточном комбинате Кирова. Они производят ниточки «Ирис», которые знают, многие рукодельницы используют. Но там как раз была первая моя авторская выставка. Вот, и сотрудничество с этим магазином мне тоже очень много что дало. Потом я у них проводила в магазине мастер-классы, платные причем. Я создавала для них мастер-классы с их ниточками. Также оформление магазина «Невская рукодельница» в прошлом году делала. То есть, если есть такая возможность сотрудничества с какими-то такими рукодельными магазинами, то тоже можете рассмотреть. Так, это выставки продажи. Следующий слайд. Тоже можно в них принимать участие. Просто единственное, что, вот как я говорила, неизвестно, окупятся они у вас или нет. Но в любом случае они окупятся у вас эмоциями. Если вы придете на выставку, где есть ваши покупатели, да, то вы увидите, что им нравится, на что они обращают внимание. Да, то есть там тоже могут быть интересные моменты. Так, следующее, что мне дало очень многое. Доносится в воздухе, задумывала, начала сшить книжку на стихи Агни и Барто. И вдруг вижу, что мастерица тоже сделала книжку по этой теме. Идея одна, а книжки совершенно разные. Светлана, да. Книжку Агни и Барто. Ну вот, вы знаете, например, всем детям, практически всем детям читают стихи Агни и Барто. И я, когда вижу этих персонажей в книжке ярких, вот мне хочется их связать. И я не удивлюсь, если кто-то другой создал уже всех персонажей Агни и Барто. Потому что мы черпаем идеи иногда в одних источниках. Если, например, я мама ребенка, я читаю книжку про Элмера, меня вдохновляет этот персонаж. Я его вяжу, но я не удивлюсь, если кто-то другой воплотит в другом виде вязания, в чем-то еще. Потому что в этом наши точки соприкосновения. Что еще мне очень много что дало, девочки? Очень много мне дали онлайн мастер-классы. Это совместные вязания, но это не обязательно вязания, может быть. Это совместные проекты, которые вы проводите с другими рукодельницами. Это могут быть и бесплатные онлайн мастер-классы, и платные. Я сразу же начала с платных онлайнов. И очень правильно, я считаю, сделала. Потому что, чтобы не было опять этого барьера перехода от бесплатного к платному. То есть я сразу же сказала, что я буду проводить платные онлайны. Да, много их бесплатных. Но моя позиция, я провожу платные. Они не очень дорого стоят. То есть сейчас онлайн, который проходит по лисичке, он стоит 300 рублей. Мастер-класс будет стоить 490. Но у девочек есть возможность принять участие и сразу получить от меня обратную связь. Вот в этом очень большой плюс онлайн мастер-классов. У меня еще нет пока готового мастер-класса. Но я приглашаю девочек. Девочки, давайте вместе со мной свяжем. У меня есть такая идея. Не обязательно свяжем. Сошьем, создадим. У меня есть вот такая вот идея. Давайте вместе. Вам это большой плюс. Если вы хотите перейти к мастер-классам, то для вас это ступенька, чтобы сделать мастер-класс. Вы частями записываете мастер-класс и даете девочкам. Они создают по вашему описанию и дают вам обратную связь. Что понятно, что непонятно. Вы дальше делаете. Мастер-класс создаете. Этапами. Для вас это тоже очень большой стимул. Потому что сесть, создать мастер-класс для нас бывает очень лениво. То есть все говорят, что надо делать мастер-классы. А как? А как себя заставить? Совместники это замечательная вещь. Да, можно и напитаться новыми идеями, и создать новую работу. Для мастера это мега полезная штука, которая позволяет вам, стимулирует вас создать мастер-класс. По крайней мере, меня очень стимулировало. Следующая картинка, это как раз, представляете, за 4 года. Каждый месяц я проводила онлайны. И каждый год, получается, у меня появлялось не меньше 40 игрушек у меня появлялось. И не меньше 40 мастер-классов каждый год. Берите на вооружение. Если вам нужно создать мастер-класс, и вы не знаете, с чего начать, найдите других таких же желающих сделать то, что вы предлагаете. Организуйте совместник. В процессе записывайте все, что вы делаете и фотографируйте. Или видео снимайте. Ну, как вам больше нравится. Итак, у вас появится мастер-класс постепенно, ненасколько этапами. Вы его постепенно создадите, без надрыва для вас. Вот. И у вас они будут появляться, мастер-классы регулярно. Это маленькая часть того, что мы вязали. Сейчас мы вяжем лисичку, мы вязали мотоцикл, и игрушки павлинчика, и глазастиков, и набор овощей, фруктов, и сладостей, и грибы. И вот геометрический домик для детишек. И огромное количество другого всего появилось в наших совместниках. И у меня в мастер-классах. Это уровень уже такой продвинутый, еще более продвинутый для тех, кто хочет продвигаться еще дальше и совершенствоваться. Это рукодельные конференции. Одно время, как раз 15-16, наверное, год, я очень активно в них участвовала. И сразу вам скажу, что по продажам они мне дали немного продаж, совсем немного продаж. То есть те, кто говорят, что вот на конференциях можно очень так хорошо зарабатывать, да, я согласна. В некоторых направлениях, да. В вязании, например, я столкнулась с тем, что в вязании нет. Но это дало мне огромный опыт. Во-первых, общение с людьми. Во-вторых, я нашла тех людей, кому интересно то, что я делаю. И в-третьих, каждый раз для конференции нужно подготовить один бесплатный мастер-класс, который я буду показывать, и как минимум один новый платный мастер-класс, который потом для продажи. То есть это тоже гигантский стимул для того, чтобы регулярно создавать свои мастер-классы. Не время от времени, когда на меня найдет вдохновение, а вот вынь, да положь один мастер-класс, как минимум, а желательно несколько, а лучший комплект для конференции. Вот, но это такой уровень уже, я считаю, более продвинутый. Вот, и получается, что, Лен, вот, например, каталог, который ты запускаешь каждый месяц, это же тоже определенный стимул, да, для тех, кто в нем участвует, создать мастер-класс. Да, потому что раз в месяц выходит в каталог, и для вас стимул создать мастер-класс, это участие в каталоге, да, то есть вот как вариант у Лены есть каталоги, в которых можно принимать участие со своими мастер-классами. Да, прямо еще вставлю, раз вспомнила. И это, в принципе, проще, чем конференция, потому что, на самом деле, конференция, еще вот есть такие психологические барьеры по поводу выхода в эфир, да, и технические вот эти вот фишки. И получается, что конференция сразу много всего нового, да? Да, абсолютно точно. И технически много нового, и материала больше нужно приготовить в два раза. Да, поэтому, например, так вот проще, я с тобой вот полностью согласна, потому что конференция, это вот уже более продвинутый уровень, следующий как бы шаг. Да, я когда готовила, тоже подумала, что как раз участие в каталогах, девочки, вы можете рассмотреть тоже для себя, как вариант продвижения вперед, да, если вам нужен стимул. Вот. Ну и то, собственно, что есть сейчас, съемка на телевизион, для телевизионных передач, ну, это для меня определенный показатель успешности, да, для меня определенный показатель успешности, потому что с вязанием, на самом деле, не очень, это тема для нас интересная, да, но вот так, чтобы пригласили куда-то, да, и, например, Вести Россия, они снимали, такая передача у них была тема, три самых интересных хобби жителей Санкт-Петербурга. Вот. И мне было очень приятно, что пригласили к участию меня. И помните, да, что я вам говорила, что началось все со статьи на сайте, когда я написала о том, что мне очень нравилось то, что меня зажигало. Ярн Бомбин. Вот. Также, что еще было? Но, девочки, это, кстати, вот съемка для телевизионных передач. Я не скажу, что я прошла этот этап, потому что, когда мне предложили сниматься, принять участие в передаче с Феликсом Невелевым, там передача есть субботнее утро, ну, была, по крайней мере, вот год назад, и там я отказалась. Мне было очень страшно, и этот барьер я не переступила. То есть представить, что я приду, да, что-то буду вот сейчас вот прям делать на канале, прям вот настоящей реальной передачи, я не смогла. То есть вот это определенный камешек, через который я не переступила. Вот. Так что не все так гладко. Вот. И то, что впереди, тоже, чтобы понять, что движение вперед продолжается, это выпуск книги. Это вот в этом году мне предложило издательство крупное выпустить книгу. Это очень для меня тоже страшно и очень ответственно. Девочки, я сижу сейчас и думаю, а может, ну его, потому что я понимаю, сколько работы впереди, сколько всего нужно сделать. Вот. То есть для меня это тоже вот сейчас такая или ступенька, или камешек. Или споткнуться, или дальше пойти. Но вот здесь вам в качестве такой мотивации, Уинстон Черчилль, почему корабль побеждает? Волны, хотя их много, а он один. Потому что у корабля есть цель, а у волн нет. То есть, если у вас есть цель стать успешным в том, что вы делаете, получать удовольствие, если у вас вообще есть цель, то ваше движение вперед проще. Оно вас само двигает. Так, Лен, у меня презентация закончилась. Я сейчас что-то тут немножко сдвинула. Постараюсь стрелочку найти, чтобы на себя переключить. Она у меня где-то там сдвинулась. Девочки, напишите, кто сейчас еще со мной здесь. Не заснул, не ушел. Потому что на самом деле очень много, что хотелось рассказать. И очень много, что еще осталось за кадром. Вот. Напишите, кто здесь. Я немножечко тут чат подвинул. Надеюсь, что ничего. Лена, теперь ушло. Ну ладно, в другую сторону. Чат ушел в другую сторону за то время, пока я разговаривала. Внимательно слушаем. Девочки, сейчас можете задавать свои вопросы. Я надеюсь, что вам вы вынесли для себя что-то полезное. Знаете, иногда бывает, что вроде вы все знаете. Все знаете. И какая-то одна мысль важная. Возможно, весь эфир был из-за какой-то очень важной для вас мысли. Можете написать ее. Можете оставить ее для себя. То есть вот эти полтора часа, возможно, вот для чего-то одного. Что вам не хватало? Сформулируйте для себя. Я надеюсь, что эта мысль, она у вас есть. Как вы успеваете все? Вот мне, спасибо, Лена, вопрос. Мне тоже на стене Оля написала, как я успеваю совмещать вязание и семью. Мне кажется, что этот вопрос рукодельницы друг другу периодически задают. Мне почему-то так кажется. Задают друг другу вопрос, как ты все успеваешь? И мне кажется, что у всех ответ одинаковый, что мы действительно не успеваем. Я очень много что не успеваю. Одна из моих, ну, того, что меня тормозит, это неумение планировать. Это то, что может меня сдвинуть вперед. Но я не умею планировать. Когда у меня есть ежедневник, мне еще, он меня стимулирует. То есть я сажусь и пишу, что мне нужно сделать. Причем я не могу написать на месяц вперед. Я не могу написать на год вперед. Максимум я могу написать на неделю вперед. Да, то есть я не успеваю. Но я расставляю приоритеты. Если я понимаю, что сегодня мне нужно выслать последний этап вязания лисички, значит, первое, что я делаю, это я сажусь, доделываю, видео выкладываю на YouTube и рассылаю письмо с материалами для девочек. Второе, я понимаю, что вечером я выступаю у Лены. Значит, мне нужно сесть и доделать презентацию. Да, потому что вечером я выступаю. Потом я вспоминаю, что мне каждый день нужно что-то делать для книги, которую мне, оказывается, нужно уже к первому июня представить в готовом виде. Значит, я понимаю, что мне нужно пойти в библиотеку и взять книжки для того, чтобы посмотреть, как это оформляется. То есть получается, что по расстановке приоритетов. То есть я понимаю, что мне нужно сделать обязательно и прямо сейчас и делаю это. И все не успеваю. Это иллюзия, девочки, это иллюзия, что кто-то, на ваш взгляд, успешный, все успевает, у него все получается. Не успевает и не получается. И это просто иллюзия. Вы можете расслабиться. Чем платные мастер-классы отличаются от бесплатных, кроме обратной связи? Татьяна, платные мастер-классы в основном я вижу по несложным игрушкам. Ну, например, если про игрушки, потому что я в теме вязаных игрушек. И как раз это несложные игрушки. Если эта игрушка посложнее, то в основном это платный мастер-класс. Потому что вы поймите, для того, чтобы автору придумать эту игрушку, возможно, нужно провязать не одну игрушку. И продумать не один технический вариант решения головы или лап, или крепления чего-то. То есть это очень много времени. И просто так в открытый доступ потом это все выложить за спасибо. Или спасибо, это хорошо, кстати, спасибо, это очень хорошо, когда вы говорите спасибо, благодарность, это очень важное, поддерживающее. Но для мастера нужно и что-то другое. То есть пропорционально тому количеству времени, которое он затратил на создание работы. Да, и обратная связь. Да, и если мастер делает платный мастер-класс, то у него есть определенная ответственность. Вот видите, этого наглого, пришибленного типа, который доской прибит, он жив. Для меня, как мастера, это ответственность. Я отвечаю за то, чтобы в моем мастер-классе не было ошибок. И бесплатных я тоже так же отвечаю. Но платный для меня это двойная ответственность. Я такая же не умею организовать времени, люблю ежедневники, начинаю забрасываю. Ну да, приоритеты есть. Девочки, это нужно. Я понимаю, что это нужно. И это реально меня сдвинет вперед, если я буду планировать. Да, мы творческие люди, мы вдохновенные, нам нужен полет фантазии, нас нельзя ограничивать. Но если мы хотим двигаться вперед, организация нам нужна. Вот так вот. Песа хвостом, кот не мешает. Нет, нет, у меня под рукой сейчас пёс, который немножко мешает, потому что вообще-то этой рукой я должна мышку двигать. А кот нет, не мешает. Он там мурлыкает потихоньку, есть, наверное, хочет. Ещё, девочки, что вам хотела сказать. Потом появится добрый человек, снимет это всё бесплатно по вашему мастер-классу, скажет вам, вы же продали мастер-класс, какие претензии. Инна, и такое тоже возможно. Да. Поэтому я создаю много мастер-классов и стараюсь не зацикливаться на том, распространятся ли они потом бесплатно или нет. Потому что это может меня сильно ограничить, если я сейчас пойду выслеживать. Есть ли где-то на торрентах складчины, на мастер-классы или на курсы. Да, возможно, есть. Да, возможно, мастер-классы пересылаются, ими делятся. Хотя я прошу везде в мастер-классах, говорю о том, что надеюсь на понимание, но, возможно, кто-то не понимает. Да, такое возможно. То есть я не зацикливаюсь просто на этом. Да, и продолжаю создавать дальше. Если у вас не один мастер-класс, то это вас немножко огорчит, но не подкосит. И это один человек такой. Это не все такие. То есть я верю и доверяю людям. Те, кто рядом со мной, может быть, не везет, но это порядочные люди. Может, потому что я сама порядочная. Стараюсь такой бы. Стараюсь. Не буду зарекаться. Вот. И вам тоже желаю, чтобы у вас были такие люди, которым можно доверять спокойно. девочки участвуют у меня в онлайне. Я выдаю всю информацию. Надеюсь на то, что она остается между нами в рамках платного. Так. Ни к чему не приведет смысл? Да, конечно, девочки. Смысл. Абсолютно. Еще был вопрос. Когда творить? А, в каком настроении творить? Да, сейчас девочки еще тоже. Как вы считаете, если на своем блоге буду публиковать бесплатный мастер-класс с указанием мастера, это будет нормально или не очень прилично? Оль, у меня вот такое вот отношение. Раньше я совершенно спокойно брала бесплатный мастер-класс и размещала его обязательно со ссылкой на автора. Сейчас все больше появляются претензии со стороны авторов. Да, они пишут не для распространения. Да, обычно авторы указывают, да, например, на своем сайте. Мастер-класс полностью копировать и размещать нельзя. Я уважаю мнение автора. И всегда сейчас смотрю, есть ли у автора какие-то ограничения и пожелания. Возможно, они есть. На свои мастер-классы бесплатные я не накладываю таких ограничений. Пишу, что и по бесплатным, и по платным мастер-классам вы можете вязать работы и для себя, и на продажу. Да, буду вам благодарна, если вы укажете меня как автора идеи и мастер-класса. Но понимаю, что кто-то выкладывает просто без указаний. Это нормально тоже. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. То есть я спрашиваю, даже если мастер-класс выложен бесплатно, могу ли я его использовать, если я нахожу автора. Например, видео по сердечкам для своего YouTube-канала я делала по бесплатному мастер-классу, но сначала я спросила автора Валентину, можно ли использовать, потому что мне действительно очень понравилось это сердечко. Мне захотелось его связать, хотя обычно я делаю видеоуроки только по своим мастер-классам. Сама придумываю, сама записываю. Но здесь я спросила, мне Валентина дала добро, и у нас взаимопонимание случилось, то есть никаких претензий ни с ее стороны, ни с моих, знаете, никаких чувств. Не ущемила ли я чьи-то права, то есть я спокойно сделала, и все. У меня был такой, мастер рекламировала себя, а работала, показывала мои. Мое замечание ответила, что не надо тогда свои работы показывать в интернете, и внесла меня в черный список. Существально такое бывает, я вижу такое, да. В разных сферах такое происходит. Что здесь можно сделать? Сразу же, как только я начала выкладывать свои работы в интернете, я их подписываю. Я, конечно, не подписываю так, что, знаете, работы. Можете потом у меня на страничке посмотреть. У меня аккуратная подпись сбоку на каждой работе. Майя. Это мой творческий псевдоним. Я не закрываю им пол работы, потому что мне кажется, что это некрасиво. Мне хочется, чтобы люди видели красоту работы. Но, с другой стороны, да, я тоже даже на англоязычном сайте Etsy, англоязычный сайт по продаже изделия ручной работы находила, случайно, случайно встретилась на магазин со своими работами. То есть такое делают не только русскоязычные мастера, хитропопы, скажем так, извините за мой французский, но и на иностранной площадке. Автор из Австралии взял мои фотографии, выложил фотографии моих работ, но мне это, знаете, что дало? Я поняла, что мои работы должны продаваться дороже, потому что в том магазине они стоили раза в два дороже, чем у меня в магазине. Вот что мне это дало. Так что, Светлана, это признание определенное, хитромудрое, да, определенное признание хитромудрыми людьми. Давайте так воспринимать. И от этого не застрахованы. Не вы, не кто-то другой. Подписывайте свои работы, но вам решать, да, вы поделились, да, возможно, они будут там использованы. Откуда магазин? Не из Китая. У нас такое было. Нет, магазин был из Австралии, вот, но я им написала несколько раз, они удалили мои работы, мы достигли взаимопонимания, так что все нормально. Вот, девочки, Австралия, да. То есть это не только у нас такое происходит. Давайте примем как данность. Есть разные люди. Люди, которые хотят бесплатно и только бесплатно. Люди, которые хотят воспользоваться чужим и получить за это деньги. Ну, да, такое есть. Но можно быть спокойнее, свою нервную систему поберечь и создавать дальше. Вы создадите другие работы, сфотографируете их. Эти работы, те люди не повторят, их идеи не придут в вашу голову. Никогда. За Австралией прислали приглашение сшить книжки по примеру других книг. Написала, что плагиатом не занимаюсь. Ну, вот здесь, да, здесь такая, конечно, тема для меня, она открыта. Девочки, для меня тема использования чужих идей, даже не то, что запатентованных, а вообще использование чужих идей и персонажей, игрушки по картинкам, она для меня открыта. То есть, я не делаю, стараюсь не делать этого, но я не понимаю до конца ее, вот честно. Поэтому, наверное, да, я бы тоже отказалась, если это в промышленном масштабе, заниматься копированием чужих работ. Да, это, я согласна с вами, плагиат, мне кажется. Но это у нас такое было с Украиной, еще огрызались, не хотели убирать фото. Ну вот, мы остановились на хитромудрых людях, они есть везде. Так, девочки, у нас времени уже 20.46. Лен, останови нас, ты еще хотела сказать. Девочки, я вас приглашаю на свою страничку, думаю, что потом здесь, да, или в рассылочке еще будет информация. Меня вы можете найти по нику Майя. Майя Мастерская, это мой YouTube канал, и вот сейчас для меня очень-очень-очень актуально его развитие, потому что я вам такую открою тайну. Для того, чтобы выпустить книгу в издательстве, они мне порекомендовали, очень настоятельно порекомендовали, что количество подписчиков у меня должно быть не меньше 50, а желательно 100 тысяч. Цифра огромная. По сравнению с семью тысячами, которые вот скоро будут у меня, это просто колоссальная цифра. Поэтому буду благодарна вам за интерес к каналу Майя Мастерская. Я выкладывала на канале очень много полезной информации по вязанию игрушек крючком, потому что это мое основное направление. Но есть и мотивирующие видео на тему, что вдохновляет меня, какие цели ставлю я. Как раз вот это вот видео откроется вам, когда вы зайдете на канал. О целях. То, с чего мы начинали с вами. Нам приятно, с вами уютно. Спасибо. Спасибо большое, девочки, за ваши вопросы, за вашу активность. Я надеюсь, действительно, что мой разговор был не только обо мне, потому что мне хотелось все-таки выстроить его так, чтобы вроде как я рассказываю о себе, но чтобы вы могли что-то перенести и взять для себя, чтобы это вам помогло в развитии вас. Помогло не остановиться, не опустить руки, потому что и такое тоже бывает. Еще раз повторю, когда вы видите картинку красивую, успешного мастера, который вроде как все успевает, у него все получается, его поддерживают близкие, у него мастер-классы проходят, его печатают, его приглашают. Вы поймите, что это одна сторона, которую вы видите, есть другая сторона, которую мастер не показывает. Есть моменты, когда руки опускаются и не хочется ничего делать. Да, такое уж что бывает. Есть моменты, тараканы, как вы сами увидели, что такие же тараканы, как у вас, когда вы боитесь что-то делать. Смотрите на то, что да, вот у нее было точно так же. Значит, если смогла она, значит, смогу и я. Спасибо, девочки, большое. У нас уже плюс три. Отлично. Лариса, я очень рада, если вы для себя подчеркнули. И самое главное еще, девочки, то, что вы слышите, то, что вам отзывается, пробуйте сразу же делать. Услышали что-то там, вот одно, что вам отозвалось, попробуйте сделать сейчас. Это важно, потому что я человек-деятель. Если идея приходит, если мысль какая-то приходит, прежде чем ее отвергнуть и сказать, нет, я никогда этого не делаю, потому что я никогда этого не делала, я подумаю, а что мне это даст? А, возможно, стоит прислушаться и сделать, потому что отказаться вы можете всегда. Слушайте себя. Вам спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!